Привет, ребята! И мы сегодня с вами будем решать целые уравнения и будем находить корни этого уравнения. Что такое целые уравнения? Чем отличается от какого-то еще? А что, существуют еще какие-то уравнения помимо целых? А какие еще? А вот это все мы узнаем уже на следующих занятиях. Наша задача сейчас разобраться с целым уравнением и его корнями. Итак, целое уравнение с одной переменной. Дело в том, что это уравнение, у которого и правая, и левая часть – это некие целые выражения. Что значит целые выражения? Ну, например, 5х плюс 6 – это целое выражение. А вот если я 5х плюс 6 разделю на х минус 1, то это уже не целое выражение, а дробно-рациональное выражение. Вспоминаем, да, 8 класс. В 8 классе мы с вами проходили уже вот эту дробную рациональность и целое. Вспоминаем вот эти вот все знания, поднимаем их и здесь начинаем их использовать. Не просто так смотрели и разделяли. А, кстати, кто-то помнит еще это 7 класса. Итак, далее. Если у вас есть целое выражение, да, у нас мы его приравняли к какому-то другому целому выражению. Дальше, что мы обычно делаем с уравнением? Переносим что-то в одну сторону с другим знаком. Приводим подобные слагаемые. Ну, как я обычно называю этот процесс, мы причесываем аккуратно наше уравнение. То есть приводим к некому стандартному виду. И выстраиваем от большей степени к меньшей степени, да, где у нас есть перемены, до числа, у которого вообще нету никакого умножения, никакой связи с переменной, да, записали некий многочлен в стандартном виде. Так вот, дело в том, что в этот момент рождается степень нашего уравнения. В тот момент, когда у вас с левой стороны причесное, красивое выражение, которое называется многочлен, а с правой стороны просто нолик, вот с левой стороны у вас стоит многочлен какой-то степени. Вспоминаем, что степень многочлена – это большая степень, да, которая у него есть. Например, если я беру х в кубе плюс х в квадрате минус 3, то это многочлен третьей степени. А если я возьму этот же самый многочлен и приравняю к нулю, то у меня получится уравнение третьей степени. Обо всем этом я еще поговорю, и с этим всем мы с вами еще потренируемся. Главное, помните, никаких дробей, да, точнее дроби пускай будут, но главное, чтобы в знаменателе у нас не появлялось неизвестное. Главное, чтобы в знаменателе не было х, и тогда наше уравнение будет называться целым. Итак, какие существуют методы? Их несколько, точнее, мы с вами будем рассматривать основные три метода. Итак, первый метод, он называется методом группировки. Что это означает? Вы берете, переносите все в одну сторону, а дальше смотрите, а с чем бы хорошо бы какие-нибудь слагаемые объединить. И при объединении некоторых слагаемых у вас получается, что, например, какие-то общие множители за скобку выносятся, или вы увидели какую-то закономерность, и вы сразу целую скобку можете вынести за скобку. То есть разные варианты разных решений, разных уравнений. Но метод группировки называется так именно потому, что мы пытаемся сгруппировать похожие элементы по тому признаку или иному. Пытаемся их объединить в какие-то группы. В общем-то, да, сгруппировать. Второй метод – метод замены. Что это означает? Ну, допустим, у вас есть выражение, точнее, уравнение уже, да, и у вас есть повторяющийся большой элемент. Ну, например, х во второй минус 9 и еще что-то. А потом еще раз опять. х во второй минус 9 и еще что-то. А потом еще вы умножаете, и опять там встречается это х во второй минус 9. И вы понимаете, что и здесь это стоит выражение, и здесь это стоит выражение, и здесь. Может быть, еще где-то оно вам мешается, и оно мешает вам сосредоточиться. Оно мешает вам, в общем-то, дальше решать ваше уравнение. И тогда метод замены работает. Мы берем наше вот это выражение, которое повторяется, и заменяем его одной буковкой. Правда, при этом помним о всех ограничениях, которые были на данном выражении. Например, если это был корень какой-то, то помним, что наша переменная, да, наша замена должна обладать такими же характеристиками, такими же свойствами, то есть тоже быть неотрицательной. И вот таких вот элементов очень много. И третий метод – это когда у нас биквадратное уравнение. Когда у нас, в общем-то, биквадратное уравнение, оно чем-то перекликается с заменой, с методом замены. Но дело в том, что в биквадратном мы сразу понимаем, какая замена должна быть. В биквадратном что значит биквадратное? Оно не просто квадратное уравнение, да, у нас не только, не просто квадратичная функция. Что значит бик? Это значит, мы увеличили вдвое. Значит, у нас степень стала в два раза больше. Была функция как бы квадратная, да, у нас в основе нашего уравнения, а тут у нас стала четвертая степень. Была первая, а стала вторая степень. Вот таким образом мы превращаемся в биквадратное уравнение. Опять-таки, как его решать? Мы же не умеем решать степень-то четвертая. Что делать? Не вешать руки, не вешать нос, брать, заменять определенным образом. Покажу на практике как. И решать это биквадратное уравнение. Главное, запоминаем три метода. Группировка, замена и биквадратное уравнение. Как они работают, покажу уже на практике.